Добрый день, уважаемые коллеги! Буква Ильина Валерьевна, Татинский, Муниципальный, Роман. Я учусь в физической культуре. Люблю свою профессию и люблю свои впечатления. Учеников. Физическая культура – предмет, по-моему, многих коллег, завиден. Ведь УГ и ЕГЭ не сдавать. Но от организации урочной и неурочной деятельности и физической культуры зависит успешность дачи многих экзаменов в жизни и недорого по учебным предметам. Использование различных образовательных технологий на уроках позволяет не доливаться 100% успеваемости и высокого уровня качества знаний по физической культуре. Обратимся к слайде, где отражены результаты работы за последние фигуры. Мои ученики активно принимают участие в Олимпиадах, занимают призовые места. Также ученики-победители и призеры различных конференций, соревнований. Результаты представлены на слайде. Участие в подобных мероприятиях повышает качественные показатели по предмету. Укрепление здоровья и правильное физическое развитие учащихся задача для меня всегда приоритетная. Разработанная система, цель которой – мониторинг физического развития обучающихся и ведение дневника здоровья. Данный материал находится перед вами. Результаты мониторинга позволяют отследить динамику развития и вовремя осуществить корректировку физической подготовленности обучающихся. Благополучие общества напрямую зависит от благополучия семьи. Работа с детьми и социально неблагополучных семей требует особой деликатности. Сложное социальное окружение, в котором находится школа, послужило тому, что на базе школы в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса готовств к трудовой обороне реализуется проект «Будь чемпионов». Создан информационный проект «Будь в курсе ГТО». Для учащихся начальных классов мы создали методический материал «Лишка-малышка». Стараясь максимально привлечь родителей, таких детей к поведению классных и школьных мероприятий, праздников. На слайдах вы можете ознакомиться с мероприятиями, которые работают в вашей школе. Повышение квалификации, считаю, одним из главных путей успеха преподавания. Посещаю и участвую в работе авторских семинаров, конференций, вебинаров. Опыт моей работы обобщен на мероприятиях в различных уровнях. Вот основные. В 2017 году в рамках «Карпионов-4 физической культуры» представлен опыт работы по тьютерскому сопровождению педагогов в системе образования. В 2018 году выступала на региональной научно-практической конференции с международным участием «Здоровье и развитие личности». В 2019 году принимала участие в 17-й Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития физической культуры и спорта». С 2012 года являюсь тьютером по направлению «Инновационные подходы к преподаванию физической культуры в условиях реализации ГУОС и физкультурно-спортивного комплекса ДТО». И в марте 2018 года представлен опыт на областном форуме по теме реализации элементов самого в школе. Чтобы ученики смогли получить качественную физическую подготовку, сама постоянно занимаюсь самообразованием. Среди моих достижений как педагога могу считать следующие достижения. В 2017 год участие в конкурсе на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в общеобразовательных организациях Топкинского муниципального района. И по результатам конкурса на базе нашей школы строятся спортивные площадки и сооружения. В 2018 год первое место во всероссийском конкурсе «Лучший образовательный сайт» в номинации «Персональный сайт педагога». В 2018 году выполняла нормативы конкурса, где мне был присвоен золотой знак конкурса ГТО. И 2019 год первое место в муниципальном конкурсе агитационных короткометражных фильмов «Папа и я в ГТО идет семья». Благодарю всех экспертов, изучивших и представленные мне униципалитетами. Спасибо. Попросы, пожалуйста. Спасибо.